Друзья, я приветствую вас на своем канале, канале Георгий Тревел. Меня зовут Георгий Павел и я занимаюсь семейными путешествиями. В этом видео я хочу рассказать о том, как лучше выбрать отель и место отдыха на острове Хайна. Смотрите это видео до конца и вы узнаете много интересного. Итак, начнем с того, что надо определиться, какой бы отдых вы предпочитали для себя. Что вы хотите от отдыха? Это самый главный вопрос нужно задать. Не бюджет, первое с вопросом должно быть, не, наверное, категория отеля, а все-таки, как вы хотите отдохнуть. От этого будет зависеть все остальное, и бюджет, и отель, и место, и побережье. Итак, поехали, самое главное. Правильный вопрос, который я задаю своим туристам, как бы вы хотели отдохнуть. И отвечая на этот вопрос, многие говорят, мы бы хотели отдохнуть, например, как-то активно. Или бы мы хотели отдохнуть спокойно, мы едем с детьми, нам нужна большая территория зеленая, нам нужно, чтобы было все включено, нам нужен комфорт, нам нужна безопасность, нам нужны еще какие-то вещи. Кто-то желает отели, допустим, чтобы там были горки, развлечения и так далее. Кому-то интересен отдых именно активный, и эти люди бы хотели активно отдохнуть, ездить по всяким различным экскурсиям, или самостоятельно передвигаться по всяким возможным местам интересных достопримечательностей. Так вот, давайте разберем сразу все бухты, как я обычно всем говорю своим дорогим туристам. Весь наш остров Хайнань, наверное, можно разделить на основные 4 места отдыха. Первое место отдыха это бухта Санья Бэй, то есть это сам город, в этот город вы прилетаете на самолете, соответственно, в этом городе есть также отели и так далее. Что проговорить можно главное про эту бухту? Эта бухта расположена в длину, она более 20 километров, на протяжении этой всей линии находятся многочисленные здания, магазины, кафе, просто город, где люди живут. То есть это полноценный город, где живут сами люди, сами китайцы. То есть что здесь можно порекомендовать? Санья Бэй я бы выбирал в первую очередь, если вы хотите гулять в большей степени по городу, наслаждаться городскими пейзажами, походить по мостам, ночной рынок, ночная набережная и так далее. То есть все, что связано с активным отдыхом. Да, конечно, здесь есть пляжи, но вот, кстати, по всем моментам по пляжу, смотрите, пляж, большая береговая линия, отели есть пятизвездочные, в которых есть свои территории. Допустим, могу сразу заметить, есть отель Pullman, у него есть свой пляж, и это единственный отель, в котором не нужно будет переходить дорогу, потому что у него есть подземный переход, и сразу выход идет на пляж. Во всех остальных отелях, допустим, Grand Salux, или Timpton Hotel, или Popoint Sheraton, все необходимо переходить дорогу. Она в час пика оживленная, вечером она закрывается, то есть она менее оживленная, но тем не менее дорога есть везде. Вот, что еще бы хотел про Санья Бэй сказать, что это самое, наверное, известное место, где водится песчаная блоха. Все туристы в интернете об этом постоянно пишут, песчаная блоха в Саньях, Хайнане. Вот как раз все, в основном, моменты покусов, они находятся в бухте Санья Бэй. Почему? Потому что большая 20-километровая береговая линия, обработка идет только возле отеля, во всей остальной линии обработки, естественно, не производится. Поэтому там чаще встречается песчаная блоха. Но сразу хочу заметить, песчаная блоха водится во всей Юго-Восточной Азии. Хайнань это не единственное место. Вьетнам, Таиланд, везде она присутствует. Сразу говорю еще раз, где ее обрабатывают, там нет. По поводу покусов сразу скажу. Укусы блохи тоже далеко не всех кусают. Скажу так, из 100 туристов, наверное, одного-двух покусают максимум в этой бухте Санья Бэй. И то, по моему наблюдению, как бы это ни было смешно, возможно, кусают очень достаточно таких вредных, наверное, людей, которые к всему относятся негативно, вот такие какие-то раздраженные. Как правило, почему-то, вот я замечал мое наблюдение, не только мое наблюдение, еще многие мои коллеги, может быть, подтвердят, вот почему-то это случается с такими людьми очень часто. Детей покусанных я практически не видел. Скажу так, мы сами в Санья Бэй отдыхали, бывали там всей нашей большой семьей, четверо детей, и мы, нас ни разу не покусало. Но, тем не менее, сказать я об этом должен. Что еще по Санья Бэй скажу? Санья Бэй чистое море, но почему-то выглядят они немного с коричневым оттенком, оно не такое синее, как, допустим, в других бухтах. Плюсы какие, еще раз говорю, здесь очень много, можно класс, ходить, погулять, прогуляться и выйти. Ну вот по отелям, теперь можно пройтись по отелям, что бы хотел отметить в Санья Бэй. Самые, наверное, хорошие, интересные варианты отеля, это будут Four Points отель, он находится на первой линии, ближе ко всему центру. Дальше я бы отметил, наверное, Pullman отель, это хорошая пятерка, французская сеть, как я говорил, у нее подземный переход через дорогу, у нее есть там горки, всевозможные развлечения для детей, для семейного отдыха он отлично подойдет, этот отель. Дальше я бы отметил, наверное, Grand Salux, он, конечно, находится дальше от всего центра движения, но это как бы достойный отель, может, не самый новый, самый свежий, но это хороший, нормальный, достойный отель. Отель Timpton я бы не сильно оставил в учет, почему мне он не очень понравился, потому что в нем, заходя в отель, есть вот этот специфический какой-то запах, поэтому мне не очень он понравился, поэтому сильно на него акцент бы не ставил. Плюс еще, или даже минус, я бы сказал, этих удаленных отелей, которые находятся в Timpton, Grand Salux, что для того, чтобы вам доехать ближе к центру, это постоянно будет садиться на автобус и доезжать, то есть это постоянно какие-то прогулки достаточно длительные, исключение, если вы будете отдыхать в отеле. Но, опять же, это место не совсем подразумевает отельный отдых, хотя, может быть, можно там провести. Рядом с Grand Salux я бы отметил очень хороший отель, он не на первой линии, но отличная пятерка от отеля Винха, у нас видео, он на этот отель есть, как мы там с семьей отдыхаем. Почему-то очень мне приглянулся, он именно, ну, мало своей территории, своими номерами, это очень свежий отель, в нем, кстати, останавливаются многие пилоты авиакомпании. Мне он очень нравится за счет своих ужинов, у него цена-качество, классные ужины, шведский стол все включено, есть все от морепродуктов до мяса любого-любого-любого ассортимента. Ну, вот в этом плане нам этот отель нравится, мы частенько у него ездим ужином. Вот, опять же, этим отелем, если вы будете отдыхать в нем, есть прям сразу в нем, практически внизу, там есть трехэтажный торговый комплекс, соответственно, продукты и все остальное там есть. Поэтому вот из удаленных отелей, я его подчеркнул, вот этот отель Винха, мне он очень понравился. Вот, и, в принципе, он близок до моря, хоть и не на первой линии, там ходят, кстати, бесплатные шаттлы, довозят до моря. Вот я бы, как бы, акцент сделал бы на этом варианте. Очень хороший. Плюс, сама цена этого отеля хороша, если мы выбираем бухту Санья-Бэй. Следующий отель бы отметил, он тоже находится не возле моря, там, Мангров-3, Мангровый лес, пятизвездочный отель, находится в центре города Санья. Очень крутая территория, огромный комплекс. Кстати, его может, многие, кто знает туристов, на его территории находится аквапарк. И многих туристов привозят именно в этот аквапарк купаться, ну, естественно, за отдельную плату. Если вы в нем проживаете, вам дают, предоставляют бесплатный аквапарк, один раз точно, дальше с большой скидкой идут. Там есть чем заняться, на одной этой территории отеля, можно много куда сходить, много что поделать, там и торговые центры, кинотеатры, и аквапарк, и все-все-все-все рядом. Плюс есть у этого отеля, кстати, немногие его бронируют, немногие на него смотрят, но он очень выгоден по цене. Я сейчас, например, скажу, отправлял своих знакомых, им объяснил, почему стоит в этот отель поехать. А на 14 дней они приобрели в январе туру, улетели в марте, на двоих взрослых и ребенка. Отель стоил, по-моему, 116 тысяч рублей, за пятерку с завтраком, на 14 дней, это очень крутая цена и очень хорошее предложение было. Вот в чем у него еще примечательное есть. У этот отель сетевой, у него в бухте Ялонг Бэй, дальше все еще расскажу про эту бухту, это премиальная бухта, стоит отель, такой же Мангревый лес, на первой линии. И, соответственно, вы, когда отдыхаете в этом отеле, бесплатно ходят шаттлы до бухты Ялонг Бэй, и вы можете на той территории спокойно плавать на первой линии, отдыхая, совершенно бесплатно. Единственное, да, это переезд, наверное, займет минут 40, но это того стоит, потому что, как бы, отдыхать в классном отеле с хорошей ценой, с развитой инфраструктурой в городе и ездить на море очень круто. Здесь, я говорю, опять же, у вас есть аквапарк, все рядом под боком, так что мне очень нравится этот отель, эта территория, и я бы прям обращал бы на этот отель внимание. Плюс еще есть другое, те, кто любят путешествовать самостоятельно, этот отель находится возле железнодорожного вокзала Санья. Соответственно, вы можете спокойно сесть на поезд и укатить у любого места, какое вам угодно, самостоятельно проехаться. В принципе, за полтора часа полностью по кругу можно объехать весь остров, ну, или может просто прокатиться. Поэтому вот на этом в отеле я тоже бы заострил внимание. Что еще скажу? Четверок как таковых. Санья я не скажу, не порекомендую. Единственное, я могу сказать про отель Палм-Бич. Хорошая территория, хороший отель, но есть большой минус, как не стараются, в общем, местные владельцы и управляющие этого отеля. Все-таки в отеле очень большой, скажем так, рассадник песчаной блохи. Очень часто и жалобы в этом отеле на покусы песчаной блохи. Поэтому лично я не рекомендую выбирать отель Палм-Бич в городе Санья. Так, идем дальше. Двигаемся в сторону плавного Буха Дену Хай. Хочу отметить очень интересный отель Century Grand. Он находится на слиянии бухты Дену Хай и бухты Санья. Это отель очень классно подойдет тем, кто хочет совместить отдых пляжный и городской. То есть я бы его не советовал людям с детьми, потому что с маленькими вы устанете ходить до моря и до города постоянно, эти прогулки у меня сутомят. А вот вдвоем, допустим, если вы поедете в этот отель ну или взрослым, это отличное место. Потому что допустим, утром вы проснулись и пошли на море до Дену Хай. Это там минут 15 максимум легким шагом и вы на море. По возврату после обеда грубо вы захотели пойти прогуляться по городу, вы спокойно вышли и вот она Санья. Здесь же парки, скверы, ночной рынок. Сразу недалеко, буквально наверное метрах ну 300-500 метров не более находится улица баров, клубы и так далее. То есть я бы вот выбрал этот отель. Цена у него очень классная, он очень дорогой. номера отличные, номера отличные, прям точно скажу, я останавливался в этом отеле. Очень классные номера. Ванна на балконе даже есть, кстати, у них. Шторка закрывается на балконе ванна, очень круто отдыхать. Что еще могу отметить? Бассейн у него есть, он находится в таком элитном жилом комплексе, этот отель, как бы за ним находится жилой этот элитный комплекс и буквально вышли из отеля и там на территории стоит бассейн. Ну обычно ничего особенного, но бассейн есть. Вот. Итак, плавно переходим в Бухту Донухай. Что могу сказать про Бухту Донухай? Это самое популярное туристическое место во всем Хайнане. 90% российских туристов отправляются именно в Бухту Донухай и отдыхают именно там, потому что это самое известное, наверное, туристическое место. Давайте пройдемся по плюсам, по отелям и параллельно какие-то, наверное, минусы тоже скажу. Смотрите, Бухта Донухай максимальная концентрация торговых центров, ресторанов, кафе, всевозможных развлечений и так далее. Естественно, в этой бухте цены на весь общепит и так далее будут несколько выше, чем в Санья, потому что в Санья все-таки это город, где живут местные жители, питаются и так далее. Вот. По отелям сразу пробегусь. На первой линии находится самая классная пятерка, которую я всем рекомендую. Может быть, вы уже видели мое видео. Это отель Харман. Это отель пятизвездочный, находится на первой линии с бассейна на шестом этаже с офигительной панорамой на весь всю бухту Донухай. Это отель самый лучший по цене, самый выгодный. Это свежий новый отель. В нем отличные номера. По номерам, кстати, все номера, начиная с шестого этажа, имеют балконы. Можно выбрать как с видом на море, так и с видом на город. В этом отеле отличный бассейн. Там есть детская зона, детская зона отдыха, есть детский городок, водный, шезлонги двухместные, семейные, отличнейшие просто завтраки, отличные номера. В номерах даже можно выбрать меню подушек до 10 вариантов жесткости. Что еще скажу? Ну, все очень пшит, блеск, красота. Большое преимущество, что он находится сразу с популярным торговым центром «Ананас», то есть он сразу за ним, там буквально 30 метров за ним. Он имеет свою территорию на пляже, но он не имеет прямого выхода на первую линию, потому что он расположен, ну, если мои видео посмотрите, он находится на берегу, вы сзади него выходите, проходите, выходите сразу на пляж. Он находится рядом центральной площади бухты Дудунхай, то есть, ну, локация, место, цена это идеальнейший вариант, я как бы здесь вам гарантирую. Друзья, а если вы уже захотели приобрести тур в этот отель в любое время, которое вас удобно, вы можете перейти вниз в описании, перейти по нашей ссылке, зайти к нам на сайт и оставить заявку на этот тур. Мы пришлем оперативно вам цену, рассчитаем необходимое количество гостей и предложим самые выгодные условия. И максимально расскажем все об этом чудесном месте, острове и отдыхе. Давайте я расскажу дальше и вы поймете почему. Следующим отелем на первой линии я бы отметил Южный Китай. Это очень популярная, известная, уже изданная четверка. Что про нее скажу? Сейчас они сделали ремонт бассейна, бассейн шикарный, он выходит на первую линию, сразу на берег. Что скажу про отель? Номера, если честно, очень-очень простенькие. То есть 18-20 квадратных метров, просто белые стены, ну вообще ничего особенного. То есть я бы сказал по номерам, это категория 3 звезды. Скажем так, CityLink по номерам и Южный Китай я вообще ни в чем разница не увидел. CityLink это самая экономичная трешка в бухте Дагмухай, а здесь в принципе вроде четверка, но ничего особенного. Завтраки ну относительно. Туристов я многих расспрашивал, они жаловались на сервис, что не так часто убирают комнаты и вот сервисная составляющая тоже опять же играет на минус в этом отеле. Что еще могу сказать по отелю? Если его сравнивать по цене, он иногда бывает дороже, чем Harman 5 звездочный, который находится рядом. Поэтому логично приобретать пятерку, чем эту четверку. Это однозначно. Несмотря на то, что она имеет вроде как прямой выход к морю, там не такое большое расстояние от пятерки до моря. То есть она с видом на море и с выходом. Ну давайте двигаемся дальше. Тоже известная четверка это жемчужная река. Мы все идем по первой линии. Pearl Garden 4 звезды. Что могу про нее сказать? Скажу по плюсам. Первая линия, в ней находится медицинский центр. Те, кто хочет сразу получать медицинские услуги никуда не ходя, это именно тот самый наверное вариант. Что еще про него скажу? В нем недорогие ужины на шведском столе. Можно в него приходить или там питаться. Первая линия, да, соответственно. Ну то тоже, она не сразу вы выходите, там небольшая дорожечка, переходите и выходит на первую линию. Можно посмотреть мое видео, есть в моих видео описание этого отеля. Опять же, что отмечу? Цена этого отеля, как правило, всегда выше, чем Harman 5 звездочный отель. Соответственно, по номерам. Уже номера достаточно уставшие, старые, только выше третьего этажа сделали ремонт, все остальное такое достаточно пошарпанное, бассейн такой уже много уставший. Поэтому, если опять же сравнить, цена, качество, место, локации, я бы его сильно в приоритет не ставил. Вот. Идем дальше. Да, сразу отмечу, мне отели никто не доплачивает, это лично мое мнение. Именно, я там был во всех отелях, был со своей семьей и сам приезжаю часто, поэтому я вам высказываю свое мнение. Конечно, выводы и решения за вами. Идем дальше. Следующий отель, это InTime, это тоже очень известная, старинная такая пятерка. Что про нее скажу? Очень многие туристы очень хвалят в ней питание. Очень многие берут завтрак, обед, ужин, полный пансион и находятся в этом отеле. Да, здесь также первая линия, есть несколько бассейнов, в общем, хорошие номера, я скажу, да, но в целом, в общем, отель немножко уже подустал, тоже уже, я бы как бы пять звезд очень с большой натяжечкой поставил. Ну да, немножко отель уже подустал, уже досточки здесь проваливаются где-то, территория, где-то ремонт идет, сейчас выходим к бассейнам, это декоративная история, да, как-то не очень безопасно для детей таких переходов, я думаю, ну ладно, ну, в общем, вот мы пришли к бассейнам, ну, как обычно, более глубокие, более мелкие для детей. Отель InTime, категория пять звезд, бухта Додунхай, первая линия, что хорошего, что хорошего, можно сказать, про отель, потому что, я говорю, он удачно расположен, есть рядом вся инфраструктура, что отель, пока категория пять звезд, номера мы видели, как бы они очень большие, ну да, они такие радостные, раскрашенные, да, какой-то детской, морской там систематикой, но, тем не менее, многие туристы говорят, что на пять звезд он вообще не тянет, да, и, соответственно, сейчас там где-то проходит ремонт, иногда где-то не работают лифты, поэтому, и говорят, что цена, за которую мы покупаем, она достаточно, ну, наверное, не стоит того. Ну, многие, кто там давно, раньше ездил на Хайнань, сразу спрашивают InTime, скажем, это популярный, да, там, варианты размещения InTime, Pearl Garden, Южный Китай, но я бы на ваше мнение обратил внимание на другие отели. Вот, идем дальше. Также на первой линии есть Ликинг, опять, четыре звезды. Что хотел бы про него сказать? Собственно, и здесь было дополнение к Жемчужной реке. Ликинг и Жемчужная река больше ориентированы на китайского туриста. Это что значит? Это означает, что там будет максимальное количество проживания китайских туристов, а также питание будет больше акцентировано на китайское меню, на китайского туриста. Что еще по этому отелю скажу? Ну, то, что на первой линии, наверное, больше ничего. там очень часто проходят мероприятия, гуляния китайцев, всевозможные их неизборища, такие танцы, как говорится, возле костра, и все такое. Поэтому мы очень ориентированы на китайского туриста, и, возможно, каким-то русским туристам будет не совсем комфортно находиться в этой установке. Вот, дальше идем по первой линии. Отмечу отель Autograph Collection. Сети Мариотт. Новый отель в 17-м году в сентябре месяце сдан. Это шикарнейший отель в бухте Дену Хай. Это новая изюминка, новый отдых по-новому. Это новый отель в сети Мариотт. Название Шанхатье это по-китайски, но везде он идет как Autograph Collection. Очень классный отель, очень такой пафосный, модный, суперский. Я бы его, наверное, отнес к тем, кто хочет, не знаю, медовый месяц провести или после свадебного путешествия, ну, на свадебное путешествие туда поехал. Ну, это отель, знаете, в большей степени для двоих. Это отель такой эгоистичный, очень классный, с изюминкой, ну, очень шик, блеск, красота, правда. Очень мне он понравился, но для семейного отдыха я, наверное, рассмотрел рядом Мариотт, потому что там гораздо больше территорий, гораздо больше развлечения. Хоть у них отель издвоенный, в принципе, можно покупать автограф и пользоваться территорией Мариотта. Ну, здесь смотрите сами. Я бы, наверное, может быть, Мариотт бы выбрал для семейного отдыха и там автограф для такого. Классные бассейны, вообще кухня, там просто обалденные рестораны есть. Есть рестораны как раз для китайского, вот с китайской традиционной кухней именно, с китайской подачей. Ну, вот здесь вообще слов даже минусов я никаких не назову. По этому отелю очень красивые номера, очень красивые территории и так далее. Что я хотел по нему отметить по автограф коллекшн? В нем нет прямого выхода на море. Собственно, так же, как и в отеле Мариотт, раз мы его уже затронем, тоже нет прямого выхода на море, потому что там кораллы, они охраняются законом, то есть, чтобы там было чисто. И надо немножко пройти, либо ходит шаттл, ну, немножко в сторонку и вы выезжаете как раз на берег и, соответственно, там отдыхаете. Тоже это пляж Донухай, все здесь рядом находится. Вот, поэтому... А, вот что хотел рассказать про еще автограф коллекшн. Здесь интернет сразу с VPN, то есть, здесь работает инстаграм, здесь работает ватсап и все остальные мессенджеры здесь работают. Единственный отель, где, кстати, работает интернет, все соцсети без всяких VPN программ. Ну, в общем, очень рекомендую этот отель. Лакшери супер, всем вот понравится, кто любит дороговизну, шейк, блеск, красоту такую. Ну, и про Мариотт, соответственно, рядом. Я уже отметил, хороший отель, как бы, кто знает Мариотт, как бы, обсуждать даже нечего. Но, опять же, если мы подведем такую большую жирную черту, если выбрать из пятерок до Думхая, я бы все-таки выбрал бы отель Харман. Это, как бы, лучший вариант размещения, а по цене, качеству, ну, все остальное. Идем по четверочкам. Теперь вторая линия идет сразу недалеко от автограф коллекшн. Идет Юхуэрлайн. Сложное название в произношении, вы сначала запомните и дальше уже будет просто. Четыре звезды. Классный отель. Почему-то в этом отеле я очень заметил, как китайцы, персонал китайский, очень любят туристов и российских всех. Прямо вот с ног до головы, скажу, облизывают и очень вежливые. Душевные гиды. Китайцы, но говорят на русском. Вот здесь хорошие гиды китайские. Я понимаю, что многие туристы бывают недовольны китайским гидам, которые непонятно, что говорят. Их вообще бывает непонятно. Но здесь как бы очень доброжелательные, радушные. Так что всех прошу сюда и рекомендую этот отель. И этот отель всем нравится, кто в него приезжает. Я бы эту четверку поставил бы на первое место в Бухте Дунглхай. Юхуайлайн называется. Четыре звезды. Находится на второй линии. Там буквально 50 метров и вы выходите на пляж. В этом отеле есть бассейн, зеленая территория. Все очень классно, хорошие номера. В лобби отеля есть классный панорамный вид на всю бухту. Из минусов я бы заметил такой момент, что в этом отеле он находится немножко на гористой местности. Есть лесенкие переходы. Многие пожилые люди или у людей, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, я бы на этот отель не рассматривал. Во всех остальных случаях отличный отель и размещайтесь вообще очень круто. Идем дальше. Следующий отель по второй рейне если двигаемся это отель Бахонг. Он имеет несколько зданий, одно большое, в моих видео есть в описании, можете посмотреть по моему канале. Классный отель с хорошими номерами, бассейн рядом в своей территории, взрослый, детский, с горками есть. И рядом здание номер 2, тоже классные номера. Многие почему-то туроператоры заявляют, что второй корпус даже лучше по номерам, но он просто свежее по номерам. Но хотя в первом корпусе тоже достаточно классно. Поэтому питание все равно проходит в первом корпусе, вы будете ходить на завтраки в первый корпус. Ну, а проживать можете во втором. Что отмечу из минусов. Был у меня турист, которого поселили в номер, где не работал кондиционер, и это были верхние этажи, а окна не открываются, и было небольшое такое затклый номер. В принципе, он позвонил мне, и мы решили вопрос с переселением его в данную такую же категорию, но в другой номер. Не проблема. Это, кстати, один из наших плюсов. Мы 24 на 7 поддерживаем своих туристов в стране, и вы можете всегда обратиться ко мне по всем способам связи, в WhatsApp, просто по телефону, ну и, соответственно, у кого будет приложение скаченное перед поездкой вичат китайский, обращайтесь по нему. Я всегда готов, рад помочь, ну и, естественно, по каким-то вопросам, которые в силах я решить. Ну, в принципе, за все время и за всю историю, сколько мы работаем, еще не было ни одного, наверное, случая, который мы бы не решили. Вот. В принципе, все вопросы решаемы, может быть, какие-то были нюансы у людей, я сейчас так не вспомню, что было невозможно решить. Конечно, из номера стандарт переселить вас в люкс президентский мы не сможем, тем более без оплаты дополнительной. Но все бытовые вопросы, решения, конечно, обязательно я всегда помогу и решу. Всегда на прямой связи с китайской стороной, с представителем оператора, поэтому всегда эти вопросы решаемы. Идем дальше. По четырехзвездочным отелям, наверное, это все. Больше, наверное, нечего предложить. Есть гестхаус, он находится через большую дорогу, тоже можете посмотреть мое видео. Хороший отель, хорошая территория, хорошие номера во все, но вот многие, почему-то люди не готовы переходить через большую дорогу и не всем он иногда нравится. Ну и опять же, цена-качество, можно посмотреть за эту цену или ее Хойлань, или Бахонка, они ближе к морю находятся, или даже тоже Декармен бывает дешевле или в ту же цену, или совсем с маленькой разницей, но на первые виды. Вот. Кстати, у этого отеля многие в видео писали, что там ходит шаттл до пляжа. Да, там ходит действительно шаттл до пляжа, не обязательно подниматься по всем его многочисленным переходам, это верно. Вот. Идем дальше. Переходим к трехзвездочным отелям. Две трешки, которые находятся на стороне моря за этой большой широкой дорогой в Дудунхай, которую разделяет. Первые три звезды это Ситилинк, который сейчас находится на ремонте до конца, по-моему, 2018 года. Это самая дешевая экономичная трешка, не имеет бассейна, на завтраках булочка и Кока-Кола. Ну, в принципе, может посмотреть мое описание этого отеля, в принципе, там подробно все я рассказал. Нормальная достойная трешка, самая экономичная, но она сейчас стоит в стопе и не продается в 2018 году. С следующего года она опять будет открыта и доступна. Следующий отель три звезды с плюсом. Я бы отметил это Гавайи, Хавайи, три звезды с плюсом. Это бизнес отель, я бы сказал бы, на все четыре звезды он тянет. Очень классные номера, он также находится на стороне моря. И, ну, все очень классно. Единственное, мы понимаем, что в трехзвездочных отелях питание, завтрак, оно, конечно, более проще, чем в четырехзвездочных и тем более проще, чем в пятизвездочных. Но само размещение, сами номера очень классные. В этом отеле есть бассейн, но он не работает и, похоже, не будет работать никогда. Он есть, но он почему-то не запущен, он всегда стоит в каком-то законсервированном виде на втором этаже. Поэтому на бассейн здесь лучше не рассчитывать. Ну, соответственно, скорее всего, здесь море, оно близко, плавать вам здесь, конечно, придется лучше на море. Но, опять же, есть описание этого отеля в моих видео. Посмотрите обязательно, если этот отель заинтересовал. Что, дальше двигаемся? Двигаемся через дорогу. Первый, самый популярный, тоже один из старейших известных отелей. Linda Seaview, категория три звезды с плюсом. Есть в моем описании. Хороший, классный отель находится прямо напротив площади центральной, в самом центре. Это самая центровая трешка, которая имеет и виды на море, и имеет бассейн на четвертом этаже. И, в общем и целом, хорошая гостиница с хорошим размещением, но, конечно, уже немножко подуставшая, старенькая. Но локация, ее цена в общем и целом как бы говорит сама за себя. Это такое популярное, очень популярное место. Очень много российских туристов туда приезжает, поэтому здесь даже много слов можно не говорить. Можете посмотреть в видеоописание, там по локации будет все понятно. Двигаемся дальше. Следующий отель, который бы я отметил, это Gentle Grow, категория три звезды. Он почему-то на картах размещается где попало у операторов. На самом деле он находится после Линды, заворачиваем, идем в сторону военной базы, то есть, если стоять спиной к морю, то правее. Отель очень классный, свежий, очень классные номера, отличный бассейн, лобби, ну все, мне очень нравится эта трешка, очень классное там размещение. Также есть мое описание этого отеля Gentle Grow. Наверное, если бы все трешки я бы выделял, я бы выделил Gentle Grow, это не очень понравился отель. Да, он немного далековат, наверное, от моря, но это где-то примерно 600 метров от моря, но это очень хороший отель, и я бы на него ставку сделал по всем соотношениям, по цене, по качеству, по номерам, по питанию, по бассейну. Я бы акцент бы сделал. Все-таки есть номера там с видом на море, но отличный вариант размещения, я очень его рекомендую. Идем дальше, отель, который бы я отметил. Отель Джин Юн, категория 3 звезды, бухта Дудун Хай. Еще тоже вариант размещения, также есть у меня в описании, что в нем примечательно, также классные везде чистые номера, бассейн, в нем надувной на крыше. Вот, поэтому это следующий отель после Gentle Grow, поэтому в принципе он чуть-чуть подальше находится, но не настолько далеко. Вот, что еще отметил бы, также недалеко находится отель Sea Rainbow, Sea Rainbow отель 3 звезды, тоже очень хорошее размещение, классные номера, чистые, опрятные, есть бассейн, ну тоже как бы уже не так близко все от моря находится. Все, что дальше, я уже не рассматриваю, не предлагаю, потому что это очень далеко от моря, и в принципе уже особо не то, то дальше не продают. Вот, в общем и целом, вкратце я вам сделал обзор давайте подрезюмируем. Пятерку бы я выделил, номер один это отель Harman, 5 звезд, четверку бы я поставил бы на первое место это Юхуауань, 4 звезды, трешку я поставил бы на первое место Gentle Grow, которая через дорогу, а та, которая на стороне моря, трешка, я бы поставил бы акцент на Хавай, Гавайи, 3 звезды с плюсом. Ну что, двигаемся дальше, двигаемся в сторону бухту Ялунгбэя, это следующая бухта, про которую я хочу рассказать. Это премиальное место отдыха, это классная территория, я бы сказал, это некий вариант Датнухай, но только с премиальной частью, с меньшим количеством народу, толп туристов и так далее. Да, кстати, вернемся немножко в бухте Датнухай, хотел про пляж пару слов сказать. В бухте Датнухай пляж муниципальный, чем он хорош? То, что он чистый, то, что там все оборудовано, но минус у него очень много людей, это ля Сочи, там, яблоко, упасть негде. В этом плане мне эта бухта не очень нравится. Второй момент, который я отметил бы, мне не очень нравится, когда приходишь с детьми, с маленькими, все китайцы начинают бегать, фотографировать их. поэтому бухта Датнухай в плане семейного отдыха, ну, понятно, здесь самые экономичные цены, я рекомендую, но если есть возможность поехать в следующие бухты, я бы, наверное, поехал в следующие бухты. Плюс к тому, что море и вход в море, они сильно пологи, поэтому для маленьких детей их придется брать на руках или одевать круги с ними и с ними, соответственно, плавать. И еще один такой минус, который мне не нравится, он в этом году, с прошлого года, где-то я в декабре был, ввели такую штуку, что многие, ну, я так понимаю, российские туристы лезут в воду в ночное время и стали перегораживать полностью канатом все побережье до Дунхая и еще 24 нон-стопом крутятся в колонках на пляже, что уважаемые туристы, море неспокойно, просим не заплывать далеко, на ломаном русском, на английском, на китайском языке эту информацию транслируют. Поэтому это такой, хаотичный, шумный, сильно развитый уголок, скажем, в Нахайнане это бухта Дунхая. Но вот кто любит такую движуху, такое движение, это как бы отличный вариант. Вот что хотел еще отметить по этой бухте Дунхая. Ну, давайте продолжим бухта Йолунгбэй. Бухта Йолунгбэй, отмечаю, премиальное место, премиальное место отдыха. Все классно, классные дорожки, классные размещения, все отели в спецзвездочной, есть всего пару-четверок, троих вообще нет, ни одной. Поэтому рассчитывать на какой-то экономичный отдых здесь не приходится. Есть инфраструктура, есть места недорогие с питанием, есть и КФС, и Макдональдс, и китайские, куча всяких разных общепитов. Все с этим нормально. Что бы я бы здесь порекомендовал? Давайте пройдемся по первой линии и дальше там по второй. Первую линию я бы рекомендовал, мне очень нравится отель Метро Болгенмайер. Это да-да, тот, который со львом в мультиках про Том и Джерри было. МГМ, пятизвездочный отель. Очень классный отель, очень классная культура, очень классная атмосфера. Вот понимаете, да, что вы космутаете картинку отеля, и когда вы там, это как бы небо и земля. Вот в этом отеле очень классное настроение, очень круто там, классные там бассейны, они с подогревом есть, бар там с бассейном есть. Классное место отдыха, размещения. Я бы с детьми туда поехал, очень много, конечно, развлечений. Отель заточен под казино, но там оно не работает, но все-таки приезжают такие премиальные туристы с премиальным, с доходом, такие все важные, китайцы. Очень много китайцев, русских не очень много, поэтому, опять же, здесь есть плюс, что вы там будете себя чувствовать, скажем, королем, да, и классный отель, есть искусственный серфинг на территории, то есть волна там сделана, но классное место размещения, мне очень нравится этот отель, поэтому я бы его рекомендовал. Следующий отель, это Мангровый лес, рядом с ним стоит, Мангровый лес, я как говорил, лучше взять в Сан-Ябэй, а здесь вы будете приезжать, здесь его один брать, я не знаю, сильного смысла не вижу. Рядом с ним стоит отель Горизонт, 5 звезд, вот этот отель бы я порекомендовал для семейного отдыха, очень классное размещение, есть все для детей, развлекаловки, и бассейны, и все, что там только нет, первая линия, ну, очень классный отель. Единственное, скажу так, его не все операторы продают, потому что, и не всегда он есть в свободной продаже, потому что, скажем так, со слов принимающих сторон в Китае, которые занимаются приемом гостей, управляющие отели, они всегда бывают адекватные, иногда бывает, оператор заселяет, а дальше, как бы, отель хочет поднять цены, и требуется оператор доплатный, хотя цена размещения уже была оговоренная заранее. Ни в коем случае на турист это не распространяется, но из-за этого туроператоры не всегда с ним готовы работать, и, соответственно, иногда часто его ставят в стоп. Но, если заранее вы его смотрите, именно заранее, он часто бывает открытый, бывает частенько его продают, и, в принципе, без проблем. Очень много туристов я отправлял, и отправляю, и очень рекомендую этот отель. Но для его смотреть, не всегда его продают. Но на самый крайний случай всегда его можно забронировать на букинге, если там есть номера, но здесь единственные моменты такие, что надо будет отдельно бронировать перелет, также, допустим, у туроператора, и отдельно бронировать отель. Очень часто это приводит к тому, что надо будет делать дополнительную визу, либо по прилету, либо заранее, дополнительный расход. Ну, а так в целом, плюс-минус по цене примерно выходит то же самое. Ну, наверное, чуть-чуть подороже, потому что все-таки у операторов цены на отели лучше, и предложение лучше, если вы их бронируете, то на процентов, наверное, 10, может быть, 20 будет дороже, если вы совместите это комбинированным способом вместе с букингом, к примеру. Вот, ну, в общем, если захотите, обращайтесь, я этот вопрос вам решу и про мониторию, и дам правильный ответ. Идем дальше. Какой бы отель я еще отметил? Отель Палас 5 звезд. Он находится практически на первой линии, перед ним есть небольшая дорога, переход там, да, но этот отель очень сильно осредоточен на семейный отдых, там все очень классно сделано, номера, номера с детскими кроватями, с детскими двухъярусными кроватями, во всех номерах там 4К телевизоры стоят, свежий отель по последнему слову техники. Вот про кухню я бы сказал отдельно, там такие шеф-повары работают, там очень классное меню, прям вот очень классно, на всем Хайнане, наверное, я бы отметил по европейскому такому меню и всекому остальному, это очень классный отель с классным питанием, там сам ресторан сделан таким образом, что большая его часть занимает огромная стена с аквариумом, там рыбы, черепахи плавают, ну, очень круто, дети там просто без ума от этого всего. Это есть такой опять же плюс, если вы приезжаете туда с детьми и, допустим, отдыхаете, и вы решили провести ужин как-то, то поверьте, детям как минимум на полчаса, то и час будет чем заняться, бегать за этими рыбами, смотря их, разглядывать и так далее. Поэтому очень рекомендую этот отель, очень классный, палац 5 звезд. Следующий отель, который очень популярный и он очень хорош по цене и качеству, находится на второй линии и в самом центре всего, где размещаются рестораны, магазины, площадь еды, скажем, и там же есть парк развлечений небольшой, он выглядит в китайском стиле, его сразу можно увидеть, ресепшн у него такая пагода китайская, это называется Хуай Ю, это бывшая Крон Плаза, 5-звездочный отель, очень хорошая достойная пятерка, очень хорошее размещение, хорошее питание, в общем, вы не пожалеете точно, у меня есть многие туристы, которые по 2-3 раза туда приезжают, очень хороший отель, и по цене он, наверное, самый выгодный будет, из всех, которые я вам перечислил, да, он имеет прямого выхода на пляж, но зато это не ухудшает всем остальным. Классный отель, я бы его рассматривал, он по цене очень хорош, примерно как Харман стоит, потому что все остальные будут процентом на 20-30 выше, и я бы на этом варианте останавливался, бы размещался, если вопрос бюджета и все остальное, он именно хочется селиться в эту кубку. Ну и давайте остановлюсь, пару слов о четверках, хорошая четверка отель Палм, хорошая с большой территорией четверка, но по цене она относительно дешевая, поэтому я бы, наверное, вот Куаюба или Коанг Лазу бы рассмотрел лучше. Не могу много слов о ней сказать, честно, мне не жил, был рядом, очень хорошая территория. Самая, наверное, популярная четверка, это Кактус, Амель Кактус, тоже большая территория, находится примерно в 700 метрах от моря, очень популярная, наверное, самое экономичное место размещения, но здесь из плюсов, что хорошая большая территория, из минусов далековато от моря, и не очень хорошее питание, и номера очень маленькие. Если вы планируете размещаться, допустим, большой семьей, номера там около 18 метров квадратных, поэтому если вы захотите поставить дополнительную кровать, это просто будет все в кровати. Поэтому, ну я не знаю, я бы эту четверку выбирал бы, конечно, если бюджет совсем ограничен, но, наверное, все-таки поднял бы бюджет и заселился бы в Куаюб, Лонд Лаза, либо, наверное, выбрал бы другие бухты, либо Дэдунхай, либо сейчас еще одну бухту расскажу. Ну, смотрите, про кактус я уже сказал. Экономичный вариант, если хочется быть в этой бухте, это самый экономный вариант, достойный, нормальный, но, как говорил, небольшие номера, и, соответственно, питание достаточно скромное. Вот, но что резюмирует по этой бухте? Эта бухта очень красивая, очень живописная, в ней самое такое синее, красивейшее море, шикарный белоснежный песчаный пляж, вы почувствуете себя там лакшери супер премиум на отдыхе таком, есть чем заняться с детьми, спокойно можно гулять там с колясками, всем парком, никакого движения, пика, ни до больших дорог, там это вообще нет, то есть при этом есть вся инфраструктура. Также ходит от этой бухты 25-й автобус до бухты Донхай и Санья и так далее, то есть он курсирует от Ялунгбэй бухты до Няньшань буддийского центра храма, вот, где-то статуя большая стоит, 16-метровая была линия, вот до туда. Автобус, по-моему, заканчивается, не ошибаюсь, ходить в 18.30, поэтому это надо с утра и до вечера передвигаться. Такси примерно до бухты Донхай, из бухты Ялунгбэй будет стоить примерно в районе 500 рублей. В этой бухте есть такие отели, как Ридскартон, есть отели Мариотт, есть отель Хилтон, о них я не говорю, потому что это уже все мои именитые, знаменитые отели. Естественно, по цене они еще гораздо выше, они, естественно, в этой бухте присутствуют, поэтому вот смотрите, выбирайте, обращайтесь, все порекомендую, расскажу, дам по ценам. Кстати, по ценам у нас, многие спрашивают, как у нас с ценами, я отвечу в следующем видео, я все расскажу про ценообразование, как мы продаем, почему нам можно доверять и так далее. Обязательно смотрите это видео до конца, смотрите следующее видео, я все подробно расскажу. Итак, переходим в следующую бухту. Я бы ее совместил, эта бухта Шимэйбэй и взял бы полуостров Шинчжоу. Шимэйбэй и хочу отметить отели Ля Меридия. Это очень классная пятерка на первой линии. Как ее могу еще спозиционировать? В этом отеле останавливался наш премьер-министр иностранных дел Лавров, останавливался Медведев, когда был президентом. Очень классная, очень заботящаяся о клиентах пятерка. Очень отмечу ее позитивный. Кстати, в этом отеле присутствует анимация туроператора Русь Тур. Они самостоятельно привезли туда своих аниматоров из России, специально, чтобы они занимались развлечением туристов, детей и взрослых в том числе проводят всевозможные игры. Также там привезли ребят, которые являются в статусе серебряные шампуры, они занимаются там барбекю и шашлыками. Специально на пляже делают шоу и делают свои барбекю. Очень отменные шашлыки готовят из мяса, которое специально для них привозят из Австралии. Поэтому, я говорю, этот отель рекомендуют для такого уединенного, классного отдыха. Можно также с детьми, но я бы порекомендовал с детьми, наверное, маленького возраста, но потому что сейчас про следующий отель скажу, там больше есть развлечений для детей, нежели чем здесь. Поэтому здесь, скажем, до 2-3 лет с детьми я бы рекомендовал или совсем с грудными сюда приезжать. Очень хорошее размещение, отлично для уединения свадебных путешествий, очень хорошая цена на этот отель, так как он в эксклюзиве у туроператора в Русь-Тур, поэтому они всегда заботятся о хорошем размещении, о хорошем сервисе. Также, я забыл сказать, что в отеле Харман в бухте Дэдулхай, он также у Русь-Тура в большом блоке мест, там также есть туроператор Русь-Тура анимация взрослая и детская, также занимаются детьми очень хорошо и качественно. Вот, поэтому поля Меридина я бы сделал акцент на таком хорошем качественном отдыхе, при том, что цена у него будет очень хорошее. Обязательно рекомендую брать этот отель на завтраке и на ужине, это очень выгодно, чем вы отдельно будете покупать, тем более в этом отеле есть рядом какие-то магазины, кафесечки, но не очень большая рядом инфраструктура. Из этого отеля входит автобус в ближайший город Ванин, там вы можете зайти в торговые центры, какие-то магазины и так далее. Отель, кстати, находится в 120 километрах от аэропорта, в который вы прилетаете в Санья, трансфер прямой всегда, то есть вы приедете и в Лемериде на отдельный трансфер всегда идет, составит время пути примерно около час, час 0,5 не более. Скоростная магистраль, выезжаете и поехали. На больших автобусах кто не ездит, как правило, всегда идут маленькие трансферы, особенно если ночной прилет, запрещены большие автобусы на трассе, только маленькие, поэтому не переживайте за трансфер, это быстро, удобно, комфортно и место размещения я очень рекомендую. Многие, кто у меня были, и третий, да, поэтому очень хорошее размещение, очень классное, качественное питание, к этому вообще вопросов нет. Много там есть плюшек, сюрпризов для российских туристов, если бы не ошибаюсь, каждый четверг у них работает бар, алкоголь полностью бесплатно, для того, чтобы разогреть как бы вас, чтобы вы могли там дальше отдохнуть и так далее. В общем, отличное место размещения отель Ля Меридиан, 5 звезд. Идем дальше, полуостров Шейнджоу, Субтитры создавал DimaTorzok Шейнджоу находится немного дальше от аэропорта 150 километров, от Ля Меридиан около 30 километров, это полуостров, это премиальная тоже история, там очень много элитной застройки и там размещаются два отеля, Фу-Поинтс Бай Шератон и отель Шератон, у них сдвоенная территория, огромная зеленая территория, первая линия, хочу отметить, кстати, у Ля Меридиану Фу-Поинтс, очень пологий вход в море, это очень удобно для детей маленьких, я скажу так, что мы со своими детьми туда ездили, у нас там с самого маленького было 7 месяцев, можно выпускать к морю, потому что волны практически нету, пологий вход, он может там что-то там сам барахтаться, играть, купаться, и это очень удобно с маленькими детьми, особенно, если у вас не один, чтобы не сидеть с ними на руках, и можно спокойно лежать, загорать, а рядом приглядывать за ребенком, который отдыхает. Вот, по отелям Фу-Поинтс, большая зеленая, зеленая территория, есть бассейны взрослые, бассейны детские, бассейны джакузи, бассейн там с гидромассажом, и так далее, есть все, есть бассейн теплый, с джакузи, также, дети очень любят в нем размещаться. Кстати, хочу отметить, в Китае все бассейны работают в основном не меньше, чем до 10 часов, где-то до 11. Это большое преимущество между Таиландом, Вьетнамом, допустим, или Турцией, что там 6 часов закрыли бассейн, здесь вы можете плавать, и это очень тоже классно, удобно. Допустим, с детьми вы можете после ужина поужина пойти поплавать в теплый бассейн, это очень классно, на сон грядущий, это супер для них развлечение. Вот, все бассейны чистят, чистые, естественно, за всеми все ухаживают. Что еще по фоу-поинтсам? Рядом с ним есть магазин, есть фудкорт, небольшая площадь есть, если пройдя по пляжу или за ним минут 5, есть несколько ресторанчиков, но я опять же все-таки рекомендую в этом отеле брать завтраки и ужины. Ужины примерно выходят плюс-минус 700-800 рублей на человека. За такую цену за шведский стол вы нигде там не поедите, то есть примерно средний чек будет там ну, 1000 рублей на человека. По поводу питания, я опять же расскажу в следующем видео, это отдельная тема для разговора, отдельное видео сделано на тему питания и там все расскажу. У нас так уже очень длинное видео с вами получается. Вот. Ну, я уверен, что оно интересно и познавательно для вас. Итак, по фоу-поинтсу дальше. Есть детская комната, которая работает практически весь день. Там можно ребенка даже оставить с китайским персоналом. Там есть всевозможные там игрушки, развлечения даже есть. иксбоксы стоят и бассейн с шариком. в общем, все для тирозукрашки. В общем, все есть как надо. В этом отеле размещение есть, в принципе, основное. Это номера комфорт и грант. Они все оборудованы ванной, балконом, большие просторные номера. есть большие кровати king size либо две раздельные кровати по метр сорок шириной. То есть, соответственно, если вы едете, примерно, двое взрослых, двое детей, вы можете брать один номер с двоими детьми, либо двое детей на кровать и сложить вы отдельно, либо вместе с детьми. Поэтому здесь смысла дополнительной кровати вообще никакого нет. Детские кровати, маленькие люльки даются бесплатно. Что еще скажу? Также, есть анимация взрослая, детская. По питанию и по отзывам в этом отеле. Питание здесь очень хорошее. То есть, все есть. Есть европейское меню и китайское меню. Кто-то в отзывах пишет, что есть, невозможно. Было когда-то замечание такое, практически больше года назад эти отзывы. Не хватало питания туристам, потому что туристы наши любят приходить под закрытие, они уже все приготовили, кто-то съели и уже не так много питания. Поэтому лучшее время с полседьмого начинается завтрак до полодиннадцатого лучшее время для завтрака. И там это написано в районе семи-девяти часов. В это время все есть. Но тем не менее, зная, что много российских туристов отдыхает, стали больше готовить и все это есть. По питанию, что хочу сказать. Конечно, питание там однообразное. Практически каждый день одно меню. Вот из-за этого многие туристы, которые пишут отзывы, немного жалуются. В этом плане в Ля-Меридии конечно лучше ассортимент питания, разное меню бывает. Здесь как бы скорее всего будет однообразно. Но я честно вам скажу, мы не устали за неделю отдыха никак на этом питании. Есть все, сегодня это это или завтра это. То есть ну не проблема, я не вижу никакой там проблемы. С питанием все хорошо, качество нормальное, дети голодными не останутся точно. И мороженое есть, и есть булочки всякие возможные, и фрукты, овощи всегда есть, и сосиски, и яйца, и китайские, у нас даже китайские какие-то меню дети ели. Все достаточно вкусно, никакой там перченой, переперченной еды такой нет. Вот. По поводу чего, заикнусь по поводу крыс, там кто-то написал в отзывах. Полная ерунда, я скажу так, мне кажется, это происки конкурентов. Я сколько там гулял на территории, никакого подозрения не было, туристы ни одни на эту тему не жаловались. Поэтому за эту тему можете не переживать, вся территория обрабатывая, никаких там зверей, живности, никакой нету опасной, так что не переживайте. Рядом отель стоит Шератон, между ними курсирует шаттл, электрошаттл. Вы можете передвигаться бесплатно между этими отелями, пользоваться, можете спокойно территориями обоих отелей. От отеля Шератон также ходит автобус в Ванин, город, по-моему, каждый 40 минут ходит автобус. Вы можете доезжать до этого города, что-то рекомендую приобретать в большом супермаркете, там какие-то фрукты или может быть еще что-то вы хотите. Спокойно привозите, размещайте его у себя в номере в холодильнике, он там есть. Мы обычно так делали, это очень удобно, потому что рядом в супермаркете не очень большой ассортимент, поэтому лучше это делать там. Ну и соответственно там есть всякие магазины, мини-со, одежды, какие-то вещи, товары, там можете всегда посмотреть. С территории, многие говорят, жалуются, некуда сходить, там очень много куда сходить, там большая элитная застройка, есть большой клуб гольф, то есть кто любит такие игры, пожалуйста. Рядом есть минут 15-20 ходьбы, вы дойдете, вот будет полуостров, будет пару мостов, возле одного из моста, если с левой стороны вы пойдете, есть по-моему 4 или 5 ресторанов, но в Одессе с морской кухней, вот прям все там разводят и прям здесь вся эта живность лежит и кто любит вот эту всю какую-то морскую еду, пожалуйста, очень круто, классно, хорошая, выгодная цена и все свежее. Есть такие морские чудики, как у меня жена говорит, я вообще в жизни таких не видел, так что можно понапробоваться всего, все очень качественно, быстро при вас готовят, так что рекомендую. Из 7 городов летают прямые рейсы до острова Хайнань, время в пути понятно, что у всех разное, размещение и отели я вам все уже назвал, поэтому обращайтесь, порекомендую, в зависимости от ваших пожеланий и требований отель подберу. Ну вот, вкратце, в целом я вам рассказал про все бухты, все отели, поэтому если как бы вы уже что-то забыли, можете писать мне, я ниже под видео оставлю ссылки на прямой свой ватсап, пишите ватсап. Будет ссылка на сайт, всегда доступен, всегда отвечаю, несмотря на то, что сейчас мы проживаем в Москве, отвечаю всем от Владивостока до Москвы и всегда рад видеть вас, подписывайтесь на канал, оставляйте лайки, оставляйте свои комментарии, что вы хотите еще услышать, увидеть. Напоминаю всем, что мы не только работаем по Китаю, но по Китаю мы все изучили и поэтому по нему очень много рассказываем. Смотрите наше следующее видео о том, как питаться на Хайнане, какое есть меню, расскажу обязательно еще о других всех интересных лайфхаках. Увидимся! Георгий в Тревел, жду вас на своем канале, подписывайтесь и всегда рад ответить на ваши вопросы. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok